Итак, приветствую друзья и гости канала, всем огромнейший привет. Я в предыдущем видеоролике заснял жилой комплекс Посейдон. 33 квадратных метра, студия и стоит на 14,5 миллионов рублей. Данная квартира это у нас всего лишь 41 квадратный метр, ну реально всего 41 квадратный метр. И вот в принципе сделали ремонт, ну знаете, как бы так получилось, пришлось продавать. Мы с вами находимся на Донской, это не из Донской. Называется данный жилой комплекс называется жилой комплекс школа. Такая кухня-гостиная сделана и кстати вот еще здесь есть спальня с естественным освещением. Ремонт сделали, но вот как бы еще не успели переехать, но решили продавать. Ну бывает такое, бывает. Это же бывает, люди разводятся, женятся и так далее. Кстати, здесь вот особенность, если вдруг кто-то с детьми возьмет, здесь такая вот есть своя территория, 14 квадратных метров, такая вот занированная, да, смотрите, все там кто-то крытый делает, кто-то не крытый. Здесь тоже можно немножко поколдовать, много чего можно здесь делать интересного. Тоже эта часть, ну я считаю, что лишнее не будет, ну реально лишнее не будет. Поэтому здесь тоже можно посмотреть, как у всех вот застеклено, у всех вот так вот сделано и получается площадь можно реально увеличить. Учитывая цену, как бы цена, да, многие спрашивают, цена. Ну смотрите, 41 плюс 14, ну давайте возьмем просто даже 41. Данная цена квартиры всего лишь 11,5 миллионов рублей. Для кого подойдет? Кому нужна двушка такая, скажем, самая бюджетная? Потому что если нужны две изолированные комнаты, то это, наверное, самое такое дешевое предложение. Почему называется жилой комплекс школа? Ну потому что мы выходим и сразу подаем с вами в школу. Вот реально. Вот выходим и сразу подаем с вами в школу. Поэтому называется ЖК школа, ребята. Поэтому называется именно ЖК школа. Опять же, да, для людей, у которых есть детишки, для вас, я думаю, это будет самое-самое, как говорится, то. Кстати, ремонт-то довольно-таки приятный. Смотрите, все хорошо сделано, да, видно, что люди делали для себя. Ну бывает обстоятельства, которые вот не зависит от кого-либо. Вот пришлось продавать. Смотрите, даже эта комната, да, ну реально, да, даже эта комната, она непосредственно вот, ну здесь прям можно разместиться, в конце концов, переночевать можно. Приточная вентиляция сделана. Вот здесь, кстати, мне тоже понравилось оригинальное решение. Посмотрите, да. Ну прикольно же. Прикольно. Вот так бы и так. Поэтому, ребят, если вдруг у вас приоритет дети, если вам хочется ходить в хорошую школу, хочется жить в хорошем микрорайоне, здесь сразу автобус, остановка, в доме есть магазин Магнит, в доме есть магазин, который называется Мир Мясо. Мир Мясо, 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 Мясо. Я думаю, вы можете рассмотреть вот такой вот вариант. Ну, один с половиной, в принципе, я считаю, что вполне себе адекватная цена. Учитывая, что как бы за один с половиной вы особо ничего не возьмете нигде, да, также можно в этом бюджете посмотреть что-то такое, не знаю, страшное в стройке и так далее. Ну, говорю, вот если бы у меня, например, был ребенок, если бы у меня вот именно стояла задача школа, там, относительно ровная поверхность, потому что все равно-таки Донскайсер, он-то горы-косогоры, я бы этот вариант рассмотрел. Жилой комплекс, школа, улица Гончарова. Ну, не знаю, мне вот лично, знаете, когда вот я сюда ехал, я ожидал, что будет все гораздо хуже, потому что я знал, какая цена, я знал, что сейчас продают, просто сейчас я поеду для вас сниму дом на Сергей Поля, и вы просто обалдеете, да, знаете, из-за разряда, из-за разряда продавец, из-за разряда фантазер-фантазерыч, фантазер-фантазерыч, знаете, такой фантазер-фантазерыч, и я сейчас поеду снимать для вас дом. Вы просто офигеете, какая цена, и я ему сказал, что дорого, но он у него свои тарканы в голове, в общем, поеду, чтобы вы понимали, да. Мне, в принципе, я сейчас уже перестал спорить, ругаться, блин, ну, оценивайте так свою квартиру, значит, оценивайте. Ну, лично я считаю, что данная квартирка, да, вот этих денег стоит. Прописка есть, школа есть, магазин есть, автобус есть, все есть, что еще нужно? Ну, да, вот это смущает, да, что здесь нет естественного освещения, как бы, ну, блин, ну, вот я зашел, в принципе, нормально дышится, не могу сказать, что прям, прям, о, прям, прям плохо и так далее. Не могу такого сказать. В целом, нормально. Я думаю, что, учитывая, что большинство, например, из вас даже окна не открывает, да, как бы, то, я думаю, здесь в этом отношении тоже все хорошо, прекрасно и замечательно. В общем, ребят, думайте сами, решайте сами, но я считаю, что нормальная квартирка за нормальные, адекватные деньги. Пока.